В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях Катамичности. Искусственный интеллект скоро во всех сферах жизнедеятельности. Шестой российский интернет-форум «Кавказ» стартовал в Махачкале. Мой Дагестан, мои дороги. Транспортная связь между городами и селами республики будет качественной и безопасной. Не видят глазами, но чувствуют сердцем. В Дагестане уже третий год работает единственный на Северном Кавказе учебно-реабилитационный центр для слепых Кайхсан. Дешево и экологически чисто в Махачкале прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Цифровая трансформация в Дагестане затронет образование и науку, промышленность и здравоохранение. Шестой российский интернет-форум «Кавказ» стартовал в Махачкале. Государственные и муниципальные служащие сотрудники некоммерческих организаций и IT-компаний встретились на площадке парка «Россия. Моя история», чтобы обсудить вопросы цифровизации экономики и государственного управления. Все плюсы новых технологий оценила и моя коллега Ларяна Шамхалаева. Может танцевать, работать гидом и даже помогать врачам в определении диагноза больного. При наличии интернета робота можно дополнительно запрограммировать на определенные жесты и действия. Он может проводить первичные исследования, мерить давление, сатурацию, сахар в крови и давать некие рекомендации. Также данное изделие можно комплектовать другим навесным оборудованием, либо использовать под необходимые нужды. В основном его используют как робота-консультанта в музеях, проводить экскурсии. Искусственный интеллект поможет сделать доступным медицинскую помощь в отдаленных дагестанских селах. Для этого уже разработаны 8 проектов в сфере здравоохранения. В частности использование аппаратов электрокардиографии и селиметрии для осуществления дистанционных консультаций с участием медицинского персонала в директорских пунктах, региональных и федеральных специалистов, дистанционного мониторинга за состоянием здоровья, использование технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений, результатов исследований и создания систем поддержки принятия врачебных решений. Выяснилось, что обновление ждет и науку. 21 проект подразумевает цифровая образовательная среда. Свои кейсы презентовали представители ведущих российских компаний. Электронные учебники, обещают разработчики, будут буквально затягивать школьников и студентов в учебный процесс. Это Яндекс.Учебник, платформа для учителей младшей школы с контентом по математике, информатике, русскому языку, что позволяет учителю осваивать современные технологии, делать образовательный процесс более разнообразным. И второй очень интересный проект – это Яндекс.Лицей. Лицей Академии Яндекса. Он начал называться в этом году именно так. Это двухлетняя программа обучения школьников навыкам промышленного программирования. То есть после двух лет обучения ребенок, школьник 8-9 класса, получает навыки джуниор-программиста и может разрабатывать свои программные продукты, писать чат-боты. Будем брать на практику студентов, в том числе в удаленном режиме, участвовать в их работе проектной. То есть все для того, чтобы максимально погрузить студентов именно в российские технологии. По словам спикеров, устойчивое развитие отраслей социальной сферы невозможно в современном мире без цифровых технологий. Именно поэтому по итогам форума, который продлится два дня, будут подписаны ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с компаниями-участниками. Они – неопъемлемая часть нашей жизни. Причем особое место в процессе и внедрения занимает регион Северо-Кавказского облача, где важно сохранить традиции людей, но при этом создать комфортные условия для развития цифровой среды во всей сфере жизни. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. В Махачкале стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2022». Педагоги из более чем 40 образовательных учреждений города приняли участие в конкурсе. В РИО заместитель мэра Эмилия Раджабова поздравила участников и пожелала удачи в работе. Я хочу поблагодарить каждого конкурсанта за ваш проявленный интерес к этому конкурсу, за то, что вы участвуете. И, как сказал председатель городского собрания, вы уже все победители, потому что вы стремитесь к самообразованию, вы стремитесь к новаторским технологиям в своей профессии. Я вам желаю удачи, я вам желаю успехов и хочу, чтобы вы понимали, город вас очень поддерживает. Необычный творческий подарок для всех конкурсантов и гостей мероприятия организовали школьники 22-го столичного лицея. Старшеклассники продемонстрировали шоу «Учитель-андроид». Конкурс продлится несколько дней. Вместо бездорожья – асфальт. До туристического центра Дагестана теперь станет удобнее добираться. В Дахадаевском районе продолжается асфальтирование дороги Уркарах-Кубачи. Работы проводятся в рамках приоритетного республиканского проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Протяженность дороги составляет 4 километра. Также на ремонтируемой территории укрепят обочины песчаным грунтом, установят барьерные ограждения, проведут разметку дорожной части и установят дорожные знаки. Данный маршрут также обеспечивает транспортную связь высокогорных населенных пунктов с райцентром. Проводится в этом году, будет скоро начинаться работа по реконструкции внутрисельской дороги села Кубачи. Тоже очень важная дорога как для жителей села, так и для развития туризма. Будет проводиться реконструкция водосточных канав и расширение одной из сложной части дороги, сложного участка дороги. Финансы на это выделены с бюджета доходовского района в размере 7 миллионов рублей. В республике почти завершен и ремонт автомобильной дороги Дербент-Хучни-Хив. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожники восстановили обочины земляного полотна, усилили существующие асфальтобетонные покрытия и отремонтировали устройство водоотвода. Кроме того, восстановлена ширина проезжей части дороги. Новые школы, детсад и больница. В Ахтенском районе строительство соцобъектов идет активными темпами. Председатель правительства Дагестана Абдул-Патах Амирханов проинспектировал ход строительства. В первую очередь делегация осмотрела строящиеся в рамках реализации федеральной программы комплексной развития сельских территорий многофункциональный спортивный комплекс на 1500 мест площадью почти 3000 квадратных метров. Возведение объекта начали в июне 2020 года и затянулось из-за роста цен на строительные материалы. Далее делегация ознакомилась с ходом строительства школы на 120 ученических мест в селе Ахты. В Махачкаре состоялась итоговая конференция Координационного центра мусульман Северного Кавказа. В ней приняли участие муфти СКФО. Заседание прошло в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Участники встречи говорили о достигнутых результатах за уходящий год в своих регионах. Помимо этого, духовные лидеры отметили необходимость тесного сотрудничества для улучшения нравственных качеств населения. Мусульманы – это люди, от языка и рук которых нет вреда окружающим. Именно к такому эталону мы должны приблизиться сами и приблизить к нему свои народы. Конечно, для достижения лучших результатов нам необходимо продолжить совместные работы. В единстве есть особая благодать и только вместе мы сможем нравственно оздоровить наше общество, возродив его лучшие качества на благо нашей Родины. С помощью и милости Всевышнего Аллаха хотелось бы еще больше укрепить наши отношения и проявить особое усердие в распространении истинных ценностей нашей религии. Та работа, которую вы проводите, это огромная работа. Это не просто слова, которые необходимо говорить тогда, когда религиозные, духовные лидеры мусульман Кавказа собираются вместе. Нет, это большая титаническая работа, которая вам проводится по духовному, по нравственному воспитанию, по патриотическому воспитанию. Но трудно, скажем так, переоценить. Трудно переоценить. Это и власть понимает, и в республике, и в наших республиках, и в Российской Федерации. Уже третий год в Дагестане функционирует единственный на Северном Кавказе учебно-реабилитационный центр для слепых «Ихсан». Здесь бесплатно обучаются около 20 человек как светским дисциплинам, так и религиозным. Большинство из них проживают в учебном заведении. Накануне в Махачкале руководство центра подвело итоги года. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Они не видят глазами, но чувствуют сердцем. Рамазан Гамзатов, несмотря на отсутствие зрения, с семилетнего возраста начал обучаться Корану методом Брайля. И вот сейчас на чистом арабском языке читает строки священного писания. Таких талантливых ребят в учебном центре «Ихсан» около 20. Программа обучения светской дисциплины, это дети школьного возраста, светской дисциплины, изучение Корана и основы ислама. Также есть дополнительное образование, бисероплетение. После Нового года начнутся курсы вязания для девочек. И у нас курсы компьютерные. Именно вот мы закупили прайлевский дисплей. И вся информация с экрана, с компьютера выводится рельефно-точечным шрифтом. Центр для незрячих «Ихсан» начал функционировать три года назад. Инициатива его открытия принадлежит муфтью Дагестана шейху Ахмаду Афанди. Заботу и помощь здесь оказывают бесплатно, как взрослым, так и детям. Самому младшему ученику 6 лет, самому старшему 67. Причем обучение проходят не только жители нашей республики, но и незрячие из других регионов. Когда работаешь с человеком с нарушенным зрением, надо понимать, в какое время наступило поражение зрения. Является ли оно врожденным или приобретенным. Причем рано ослепшие дети – это один путь развития, поздно ослепшие – это другой путь развития. Если работаешь с рано ослепшим или ребенком с врожденной патологией, здесь проще, потому что в определенном психологическом смысле, потому что этот ребенок никогда не видел или не видел в нужном качестве, поэтому психологических переживаний по этому поводу у него намного меньше. Когда же ты работаешь с человеком, который потерял зрение, там очень часто возникают посттравматические стрессовые расстройства. Нужно привлекать не только тефлопедагогов и специалистов, работающих именно со слепыми, но и психологами, которые помогут справиться с этой травмой. На подведение итогов работы учебного центра собрались представители власти, общественники и благотворители. Именно благодаря помощи мецената в учебное заведение благополучно функционирует несколько лет. В учебном центре помимо обучения светским и религиозным дисциплинам, инвалидам оказывают и реабилитационную помощь. Это особенные люди, им порой не хватает элементарного внимания и общения. Саид Саид Гусинов потерял зрение в 7 лет, но тем не менее не отпустил руки и достиг больших результатов в творчестве. И большую роль в этом сыграла любовь и поддержка близких. Взять из себя человека, какой бы он ситуации ни был, человеку нужен человек. И человеку обязательно нужна помощь. А что уже говорить об инвалидах? И подобные центры, они просто необходимы, потому что нет ничего хуже, когда оставляют ситуацию без внимания. Все может распуститься. И поэтому наш шейх Ахмад Хажабдулаев, когда позаботился о незрячих людях, это было что-то с чем-то. Это социальное общение. Во-вторых, это когда есть для них возможности. Я помню мои первые ощущения, когда я открыл корону, побрали и начал читать руками. Я понял, что я никогда не останусь без, скажем так, сопровождения Всевышнего. Это был самый лучший сопровождающий момент жизни и есть по сей день. Сделано немало, но впереди еще много работы. И двери учебного центра открыты для всех, кто нуждается в их помощи и поддержке. Отмечает руководство Ихсана. Хамзанур Магимедов, Магимед Магимедов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. Празднование 100-летнего юбилея дагестанского поэта Расула Гамзатова в 2023 году планируется в Дагестане. В правительстве прошло совещание, посвященное подготовке к этому событию. В настоящее время разработан план мероприятий по организации различных театральных, музыкальных и иных культурно-массовых мероприятий. Сюда же входит реконструкция и строительство ряда социальных объектов. План будет утвержден распоряжением правительства Дагестана и направлен в федеральный центр для рассмотрения возможностей софинансирования. В Метельхозе республики намерены поддерживать низкие цены на продовольствие в Дагестане. В Махачкаре прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. На торговой площадке в центре города свою экологически чистую продукцию представили производители почти из всех городов и районов республики. В рио министра сельского хозяйства Батал Баталов пообещал, что власти и в дальнейшем будут проводить такие мероприятия. Он отметил, что цены на продукты питания в Дагестане остаются самыми низкими в России. Последняя ярмарка в этом году пройдет в конце декабря в Дербенте. И о спорте. Сборная ДГПУ выиграла межвузовский турнир по футболу среди женских команд. Первые в истории студенческие соревнования среди девушек прошли в Махачкале. Турнир собрал пять команд, которые встречались между собой по круговой системе. По итогам игр лучше других себя проявили студентки ДГПУ. Они одержали победы во всех проведенных встречах. Серебро и бронза у команд Медицинского университета и ДГУ. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова